Избили, ограбили и закрыли в подвале. Такую информацию сообщил житель Петропавловска врачам скорой помощи. Как выяснили полицейские, мужчина оказался шутником. Всего по данным стражи порядка, за первые дни нового года на пульт 102 поступило 30 ложных сообщений. Все подробности в материале, подготовленном при содействии пресс-службы областного департамента внутренних дел. О том, что за злые шутки придется отвечать, 39-летний Петропавловец, видимо, не знал. Признается, думал, что наказание ждет лишь тех, кто ложно сообщает о заложенных бомбах. Вот и решил пошутить с врачами не от ложки. Мужчина позвонил на номер 103 и сообщил, что его избили, забрали деньги. А сейчас он якобы находится в колодце или подвале. Эту информацию медики сообщили полицейским. Звонивший назвал примерный адрес его местонахождения, но полицейские там никого не обнаружили. Он вызвал с мобильного телефона, и он находится в колодце, либо в подвале. Точно, в своем местоположении он пояснить не смог прервать связь. В ходе проведения оперативно-расследовательных мероприятий данный мужчина был установлен, который в ходе допроса пояснил, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, он так решил пошутить. В ходе следствия выяснилось, шутник был в нетрезвом состоянии. Задержали его по месту жительства в рабочем поселке. Почему решился на эту нелепую выходку, так и не смог объяснить. Да башкой ударился, извините, пожалуйста. Они приехали, потом по вызову, все увезли сюда, вот сейчас, все нормально. Теперь шутнику грозит административное наказание. Ему придется заплатить штраф до 60 тысяч тенге. Денис Сивков, присоединитель пресс-службы областного департамента внутренних дел. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...